Здравствуйте, меня зовут Небов Данил Сергеевич, я ветеринарный врач Центра Катанай города Иваново. И сегодня мы с вами поговорим о такой достаточно интересной теме, которая встречается у наших домашних питомцев. Это сахарный диабет у собак и кошек. Вот, что же такое на самом деле сахарный диабет и чем он опасен и что вообще делать с этим заболеванием, если мы столкнулись и увидели его у нашего животного. Вот, в первую очередь сахарный диабет это такое заболевание, которое характеризуется сниженным выработкой инсулина или нарушением его взаимодействия с клеткими мишенями. В обоих случаях при сахарном диабете у нас появляется гипергликемия, то есть повышение уровня глюкозы в крови. Вот, отсутствие действия инсулина в организме приводит к тому, что у нас происходит катаболизм мышечной и жировой ткани. Гипергликемия у животных может привести к клубочковой болезни у собак и кошек, встречается катарактия у собак и периферической невропатии, может быть как у собак, так и у кошек. Вот, средний возраст, такой можно отметить, начало заболевания у собак составляет от 7 до 9 лет. Если мы говорим о кошках, то где-то в среднем начинается от 10 лет, но может встретиться также и раньше. От этого не застраховано ни любое животное. И в какой период жизни это произойдет, можно узнать только делая какие-то лабораторные исследования, о которых мы с вами поговорим чуть позже. Вот, теология заболевания в целом полностью не изучена. Вот, скорее всего она имеет многофакторность. Но, по всей видимости, у собак имеются генетические и иммунопоследованные факторы. Вот, у кошек предрасположенностью к образованию сахарного диабета может произойти по отложению амилоида. Вот, самыми частыми распространенными факторами сахарного диабета, как и у собак, так и у кошек, является неправильное, несбалансированное кормление. Предрасположенность породная, так и генетическая. Корма, как правило, это с высоким содержанием углеводов. Вообще, как поставить, как узнать, что у нашего животного имеется сахарный диабет, как распознать это заболевание? В первую очередь, отсутствие инсулина в организме приводит у нас к тому, что у животного повышается очень сильно глюкоза. Происходит так называемая гипергликемия. Вот, при гипергликемии, превышающей почечный порог, то есть норма у собак составляет до 15,5 мм на литр, реабсорбция глюкозы нарушается и становится неполной, вследствие чего как раз у нас развивается глюкоза рия. Вот, как правило, глюкоза действует как осматический агент, вследствие чего у нас у животного наблюдается частое повышенное мочеиспускание, достаточно обильное, а затем, как правило, так и повышенная жажда. То есть животное начинает очень обильно, интенсивно пить, не может напиться, пьет, 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 и, как правило, владельцы это могут заметить, если вдруг вы такое заметили, то это лишний повод как минимум позвонить в клинику, как по-хорошему, обратиться и чтоб вас доктор посмотрел. Вот, как уже говорил раньше, самыми частыми и распространенными признаками глюкозы рии у нас является повышенное мочеиспускание и повышенная жажда. Вот, помимо всего этого наблюдается потеря веса и повышение аппетита, общее угнетение организма, животное становится более вялое, ампатичное, не особо реагирует на какие-то раздражители, когда его зовут, не откликается, больше лежит, и, в целом, это тоже, опять же, лишний повод, чтобы обратиться в клинику. Вот, помимо всего этого, большинство собак и кошек с сахарным диабетом могут иметь сопутствующие заболевания. То есть, это панкреатит инфекции мочевыводящих путей, это может быть неоплазии, какие-нибудь вирусные инфекции, хронические болезни почек и так далее. Вот, для постановки более точного окончательного диагноза нам требуется, то есть, это как минимум физикальный осмотр, осмотреть полностью животное, на наличие патологии пощупать и провести диагностику. Вот, помимо всего этого, сахарный диабет необходимо дифференцировать от других заболеваний у собак и кошек с похожей симптоматикой. Чаще всего это именно какая-то почечная, либо печёночная недостаточность. Для диагностики у нас проводится, берётся общий анализ крови, берётся общий анализ мочи, в некоторых случаях также не исключает, можно сделать рентген. Вот, общий клинический анализ крови у обычных, то есть, обычно, когда мы берём у животных с сахарным диабетом, он является нормальным. Но не исключает того, что на тот момент у нас уже будет достаточно повышенный высокий уровень глюкозы, что мы будем наблюдать в этом анализе. Вот, в биохимическом анализе, как правило, повышаются почечные показатели, это АЛТ и РСТ. В анализе мочи, который мы будем брать, также, помимо всего этого, наблюдается повышенный уровень глюкозы, что даёт нам одно из оснований, также, предположительно, поставить животному такой диагноз, как сахарный диабет. Так, что же делать с таким пациентом, как его лечить и какие прогнозы при данном заболевании? В целом, для, как бы, долгосрочного лечения сахарного диабета пациентам назначают инсулин среднего и длительного действия. Дозировку корректируется индивидуально от веса животного, его состояния, и её подбирает ветеринарный врач, исходя из клинического осмотра и собранных данных, которые проводятся на приёме. Для введения инсулина используются специальные шприцы. Дозировка, опять же, ещё раз повторюсь, подбирается индивидуально. Не нужно вводить самостоятельно дома, корректировать дозу инсулина. Вы можете сделать только хуже. Можно сделать так, что у животного наступит гипогликемия, то есть упадёт очень сильно уровень глюкозы. В этом случае им необходимо будет вводить уже глюкозу внутривенно, либо капать сладкую водичку в рот под язык, чтобы поднялась этот уровень глюкозы. Но, как правило, если мы говорим о том, что у животного на фоне введения инсулина очень сильно упал уровень глюкозы, то в этом случае животное, как правило, также лежит на боку, ни на что не реагирует. И в этом случае необходимо как раз сделать накапать под язык в рот, чтобы этот уровень глюкозы у него поднялся. Вот. Помимо всего этого, нужно использовать специальный корма, когда мы говорим, что у животного имеется сахарный диабет. Это, как правило, корма с высоким содержанием белков, которые также будут, помимо, наряду с инсулинотерапией, поддерживать уровень глюкозы в организме. Сахарный диабет у собак и кошек может уйти в стадию ремиссии. То есть, необходим постоянный уровень глюкозы, контроль уровня глюкозы. То есть, если мы говорим о таком пациенте, нужно ввести обязательно дневник уровня глюкозы. Как правило, инсулин животному вводится утром и вечером. Перед этим обязательно животное нужно покормить, измерить уровень глюкозы. После того, как мы ввели ему и сделали инъекцию инсулина, нужно повторить измерение глюкозы. И все эти записи по-хорошему вводить, то есть, ввести запись в журнал. Отмечать, какой уровень глюкозы, как он меняется. То есть, смотреть, есть ли какая-то динамика на том, что мы вводим. То есть, делаем инъекции, но уровень глюкозы либо понижается, либо повышается, и нет никакого эффекта, нет ответа на инсулин. Соответственно, нам нужно повысить уровень, дозировку инсулина на животное, чтобы, опять же, скорректировать уровень глюкозы. Как правило, если мы говорим о ремиссии, то ремиссия может составлять от года до двух. Встречается, то есть, как у собак, так и у кошек. Обязательно нужно контролировать уровень, если мы говорим о животном с сахарным диабетом. Без этого никуда не деться, ввести дневник и периодически сдавать анализы крови, чтобы не исключить развитие каких-то дополнительных либо инфекций, либо поражений органов. Вот, это, в принципе, всё, что хотелось сказать на сегодняшний день по такому заболеванию, как сахарный диабет у собак и кошек. Всем спасибо за внимание.